Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алене и Катюне. Все просто, хотя далеко-далеко не просто. Ну и, как вы говорили, следующий видос будет с виноградом. Будут учить, как обрезать виноград. Ой, ребят, я пять минут посмотрела и пришлось остановиться. Насколько они вот такие вот, не знаю, неприятные люди. Особенно это Аленя, что вот без остановки просто смотреть невозможно. Вот правда, для меня самое сложное это записать обзор на именно их канал. Не знаю, но как-то мне проще даже Уралку посмотреть, проще Пиратов посмотреть, проще ту же Судакову и Вредину, нежели этих. Это просто ужасно, сколько она фальшивая. Но для начала хочу сказать, что монетизацию такие они походу подключили. Я уже несколько дней вижу у них рекламы. В начале видеоролика, в середине и в конце. И таки удалось им обдурить Ютуб. У них же написано «Казахстан, на самом деле Россия». Ай-яй-яй, Аленя, и не стыдно тебе. Кричит, что нам хочется тоже доход с Ютуба получать. А многим хочется доход с Ютуба получать. Да, из России. Но в связи с тем, что монетизацию в России невозможно подключить. И они сидят без монетизации. Всё по-честному. А это, слушайте, хитрит, мудрит, обдуривает. Прикинулась казашкой. Бестыдница ты, Алюня. Ну, да ладно. Хотя, вы знаете, это всё же не честно. А работать надо, в конце концов, честно. Если не положено, значит, не положено. И не прикидываться гражданами Казахстана, когда сами живут в России, на Кубани. Значит, в начале видеоролика, ребят, как всегда, как всегда морали. И главное, морали кому? Морали читает она нам с вами. Потому что она смотрит нас. Читает наши комменты, да? И отвечает именно нам. Про семёшку, что там она как-то его называет, ёшка или как. Начала говорить, что она просто буквы съедает, когда быстро говорит, Алюня, кто тебя заставляет вот так вот гнаться и говорить быстро? Говори медленно и внятно, да. Значит, а дальше понеслось про 40 дней, что ребёнка якобы нельзя показывать, и что уже прошло 40 дней, и вот зацепились за эти 40 дней. Кто говорил про 40 дней? Говорила и я. И как я говорила, что цифра, конечно, какая-то ужасная, да? Я чё, так прям сильно возмущалась? Вроде бы нет. Высказала своё мнение. Именно своё. И всё, ребят. А это уже всё. Месяц и, говорит, 10 дней. А то кто о чём думает? Это был какой-то, наверное, укор в мою сторону, о чём я могу думать, да? Бестыжая, наглая лицемерка. Фу на тебя, фу, кубанка. Больше по-другому я сказать не могу. И хороший комментарий им написали относительно того, что она там выступала, что вот и в больницу ходим, и туда ходим, и все видят, и крестить мы можем ребёнка через два года, и чё теперь его никому не показывать? Хороший коммент ей написали. Оля, да как вы понять не можете, ребёнка до года совсем никому не показывают в целях здоровья из глаза. А прививки и поход к врачам – это совсем другое. Вот как ночь другую ваша Полиночка не поспит, тогда поймёте, что есть ещё и дурной сглаз. Спросите у батюшки в храме, а вас бы, Оля, я бы вообще не подпустила к ребёнку, а тем более показывать на камеру. Вам что, делать нечего? Коля уже, видно, недоволен, а вам лишь бы поснимать. Пожалейте мать ребёнка. Ну, конечно же, она не ваша дочь. Зачем жалеть? Вам никогда не понять это. Кстати, кубаночку нашу тоже поздравляли с Днём Матери, но, возможно, не её, а подписчиков. Дальше её там понесло, слушайте, что вот всякие эти предрассудки, что даже беременным нельзя там волосы красить, стричь волосы нельзя, там макияж, татуаж и всё прочее. Сейчас делают всё. Алюнь, тебе откуда знать? Тебе откуда знать, что можно беременным, что нельзя беременным? Она, слушайте, так говорит, это как будто учит нас, что можно, а что нет. Вот правильно, поэтому она и снимает этого ребёнка. Поэтому и показывает на весь белый свет. А та сидит, тюха-матюха такая. Да, можно показывать, мы в больницу ходим, да. Точно такая же, как Калюня. Тому всё по барабану, и этой всё по барабану. Да, наверное, ещё она боится. Подискажи что-нибудь поперёк, так взорвётся, как тот мыльный пузырь, и начнёт нести всякую чепуху. Ну, а что, ребят? Дальше показывает, значит, щавель. И говорит, смотрите, у нас щавель не помёрз, хотя там был мороз у них, и говорит, хотя на него падал мороз. Ну, всё, уже мороз падает. Это капец. На Алюню, походу, тоже со всех сторон падал мороз. Я не могу, ребят. Она постоянно что-нибудь как скажет. Хоть стой, хоть падай. Дальше, ребят, 20 минут она ковырялась в винограде. Ну, не 20, может быть, минут 18 точно. И что-то там бубнила под нос Калюня за кадром, да, за камерой. Ей там поддакивал, как всегда говорил. Ну да, ну да, так вот так обрежь. Ну, и всякое такое. И я это всё дело на ускоренное. Поставила, ничего дельного я там не услышала. Далее поменялись они местами. И Алюня снимала уже к Алюню, как тот занимался каким-то трухлявым гнилым пнём. Пытался его разрубить. И главное, что без указаний Алюня никак говорит. Иди туда, на землю. Тут чисто, говорит, на дорожке. Ужас, ребят. Даже пень не дала разрубить, где ему хотелось. Это же надо без указания, ни шагу. Дальше, слушайте, говорит, ну чё там, никаких нет червячков. Якобы брат, он же там на рыбалку уходит. Я чуть не упала. Это просто ржач. Это просто ржач. Опять заявила, что никак не разберутся они там с морковкой. Сразу её понесло назад в отдых. Но тут же она остановилась и начала говорить про землю, которую там копал вёдром. Калюня сказала, что поставила уже варить бульон и будут показывать, что они там готовят. И потом ещё, походу, с морковкой будут разбираться. А то у них дела-дела. У всех, говорит, дела. И отдыхать же хотелось. В общем, ребят, суть её ролика это вот эти вот морали почитать. Да. Когда она почитает эти морали, ей, мне кажется, легче становится. Вот что бы она делала, да? Вот что бы она без нас делала? Кому бы она по пол ролика морали читала? У себя-то везде всё подчищает, все комментарии удаляет. И кому бы она отчитывалась? Всё у себя подчистила и всё. А у нас-то никто не может подчистить. Мы пишем, что думаем. Вот её и несёт. Вот её и колбасит. И целых пол видеоролика всегда эти отмазки дурацкие. Ой, ребят, смотрю я на её канал, на количество подписчиков. Всё стоит на месте. Кто-то отписывается, потому что, правда, смотреть нечего. Ну вот что я увидела сегодня? Ну ничего. Поснимали друг друга. Один там рубил этот пень трухлявый, вторая что-то там чикала, да? И ничего не слышно было, что она говорит. В начале видоса тоже, ребят, какой-то такой шум был, шумно было. И ветер мешал. Да и они и снимать не умеют, что один, что второй. У них кадр этот трясётся постоянно. Что, знаете, вот кружится голова. Мало того, что кадр, а бы какой, так ещё и её дребезг, её вот эти вот морали. Просто вот, знаете, настолько неприятные люди, что от них вот это вот всё исходит, что смотреть невозможно. Я не знаю, откуда у них там эти фанаты, которые написывают. Хотя их, в общем-то, немного. Написывают им уралочкины фанаты. Ну, точно такие же, как уралочка, и точно такие же, как кубаночка. Поэтому тут и удивляться абсолютно нечему. Ну и дальше уже в окончании опять Алюня в винограде там стояла, да? Да, показывала, что она там привязала, что обрезала. В итоге сказала, может, что неправильно делаем. Мы учимся, но если надо, ещё раз снимем. Да, ещё раз снимут, что может быть неправильным. Ну, конечно, да. Молодец. По-другому я и не ожидала, что она скажет. В общем, ребят, пишите, что думаете вы. По этому поводу оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.